Здравствуйте, Азер Мелли. Добрый день, Телихан. Азер Мелли, ну вот что вот таким вот провокационным шагом пытается добиться сепаратистский режим и та же самая Армения? К чему вот этот, в конечном итоге, вот этот политический спектакль может привести? Вы совершенно справедливо сказали, это политический спектакль, причем осуществляемый из одного центра и по одной методичке. Что происходит, значит, в том регионе, в Карабахском регионе Азербайджана, так называемая эта хунта проводит так называемые выборы президента себе, да? И то, что как Ереван демонстрирует мускулу, значит, концентрирует на границе с Азербайджаном технику, вооруженную силу, тяжелую технику и все остальное, то есть демонстрирует угрозу безопасности Азербайджана. На мой взгляд, это действие одного порядка, управляемый из одного центра и, значит, осуществляемый по одной и той же методичке. Понимаете, в этом контексте я хотел бы обратить внимание международной общественности к тому, что вообще международное право в связи с подобными явлениями переживает серьезнейшие испытания. Вот особенно, когда, значит, вынуждены международные структуры, отдельные государства выражать свое отношение к такому требу, значит, образованию, как Карабахская, значит, так называемая, значит, их республика. На территории Азербайджана, когда Армянская республика, сама Армения признает территориальную целостность Азербайджана, суверенитет Азербайджана на всей территории, которая, значит, была очерчена еще признана с 1991 года Алматинской декларацией, то есть 86,6 квадратных километров. То есть сама Армения признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. В то же время, эта же Армения, которая признает территориальную целостность Азербайджана и суверенитет, финансирует незаконное вооруженное формирование на территории Азербайджана, хотя они должны были быть выведены еще осенью, в ноябре 2020 года, согласно трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и Армении. Но, к сожалению, международная структура, значит, сверхдержава закрывает глаза на совершенно, значит, возмутительное поведение Армении, которое не выполняет подписанные им же обязательства. Мало того, что не выполняет, постоянно, периодически занимается подстрекательской деятельностью, провокационной деятельностью, откровенно, знаете, вообще демонстрирует откровенный расизм и фашизм в отношении Азербайджана и азербайджанцев, совершенно недавно, когда помощник президента, заведующий отделом внешней политики по международным отношениям Азербайджана, значит, Ихрикпет Гаджиев давал интервью арабскому, значит, изданию, он четко обозначил, что армянское общество насаждено антиазербайджанским расизмом и нацизмом, фашизмом, понимаете, из все учебники, средства массовой информации Армении, они, у них, как бы, является это главной линией, значит, поведения подачи информации. Вот при таком подходе со стороны армянского государства, и когда Азербайджан призывает к стабильному, к установлению стабильного мира и безопасности в регионе, в регионе, Армения, поддаваясь провокациям таких стран, как Франция и так далее, видите, соцветачивать на границе Азербайджана вооруженные силы, тем самым, как и было 27 сентября 2020 года, этим вооруженным конфликтом получилось тогда по вине армянской стороны. Та же армянская сторона повела себя агрессивно, армянская сторона повела себя совершенно бесцеремонно, и в результате 30-летней оккупации, понимаете, они думали, что очередная провокация приведет к очередным победам, но они не понимали, что Азербайджан был готов к бою, Азербайджан готов был к тому, чтобы освободить собственные территории. И они должны, мне кажется, сейчас взяться за ум, перестать демонстрировать мускулу и, наоборот, услышать голос разума, услышать те призывы, которые исходят из Азербайджана, не поддаваясь чужим провокациям, не превращаясь в инструмент в чужих руках, прийти к согласию, прийти к тому, чтобы не мешать, во-первых, не мешать армянскому меньшинству Карабаха установить прямой диалог, который приведет к процессу реинтеграции в азербайджанское общество. Второе, вывести, наконец, свои незаконные вооруженные формирования с территории суверенного Азербайджана, который они до сих пор финансируют. Понимаете, почему-то международные институты и многие, скажем, чиновники международных институтов и эксперты международного характера, многие не хотят видеть этот беспредельный шаг, когда Армения 30 лет оккупировала территории и за 30 лет эту территорию превратила в руины. Они закрывали глаза, молчали. Но когда сейчас Армения, с подачи Армении, вернее, армянское меньшинство Карабаха превратило в заложников военной хунты в Нагорном Карабахе, в бывшем Нагорном Карабахе, а в настоящем карабахском регионе Азербайджана, это пытаются им поддативать, пытаются им подыгрывать, пытаются им манипулировать. Понимаете, это недопустимо совершенно. Азербайджан четко, однозначно заявил, что Азербайджан будет всячески защищать собственный суверенитет, территориальную целостность в рамках тех границ, которые были признаны Организацией Объединенных Наций. Спасибо большое. Спасибо, Азербайджан, за ваш комментарий. Азербайджан, кандидат в юридических наук, подключался к нашему эфиру.